Участие в работе круглого стола, итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области приняли руководители муниципальных районов, учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы. В тематических докладах главы профильных министерств обратили внимание на то, что, несмотря на многие вызовы последних лет, наш регион продолжил совершенствовать это, наверное, самое чувствительное для населения направление работы власти. Губернатор Андрей Травников заметил, что цифровизация социальной сферы в настоящее время одна из главных задач, которая способна сделать жизни сибиряков намного комфортнее и сэкономить немало времени. К примеру, в социальной сфере через портал госуслуг жители нашего региона в 2022 году сделали 248 тысяч запросов. Я не знаю, какой охват по численности жителей Новосибирской области, но в сумме мы в прошлом году за счет перевода в цифровую форму сэкономили для жителей нашего региона 28 лет жизни. Это, мне кажется, внушительно, даже если пересчитать на всю численность нашего региона. И главное, в цифровом формате социальные услуги сами приходят к людям, в них нуждающимся. За ними не надо бегать по инстанциям. И в этом деле, отметил Андрей Травников, Минцифры достигла хороших результатов. Следующая задача, которую правительство Новосибирской области должно реализовать – развитие и расширение инструмента сертификатов, которые начали предлагать некоторым льготным категориям граждан взамен земельных участков, если те не хотели строить собственное жилье. Теперь у людей есть возможность получить альтернативную денежную выплату и по-настоящему решать какие-то свои, в том числе и жилищные проблемы. Дальше мы пошли в сертификаты по жилью для детей-сирот. Я считаю, что двигаться нужно дальше. Следующая категория – это сертификаты на улучшение жилищных условий для многодетных семей. Тема реабилитации, ранее относившаяся больше к сфере здравоохранения, теперь стала актуальной и в деле обеспечения достойного образа и уровня жизни людей и их благосостояния, то есть социальной защиты. Основной акцент, по мнению главы региона, сегодня необходимо сделать на поддержку программы реабилитации для участников специальной военной операции. Один из важных элементов успешности этой программы – наличие достаточных мощностей и самое главное – выбора тех организаций, которые могут предложить эти услуги. Также Андрей Травников обратил внимание специалистов на то, что надо продолжать выявлять и поддерживать талантливых детей, повышать процент трудоустройства по специальности наших выпускников, приводить в нормальное состояние студенческие общежития, мотивировать сибиряков на прохождение медицинской диспансеризации и многое другое, что поможет сделать нашу жизнь комфортнее.